Здравствуйте, с вами снова канал Европлант, я Самойленка Наталья. Готовясь к посадочному сезону и просматривая ассортимент растений, которые предлагает не только Европлант, но и наши коллеги, я наткнулась на розы с пометкой АДР. Группа роз для меня новая и доселе неизвестная. Плетистые знаю, почвопокровные знаю, чайно-гибридные и флорибунда мне тоже известны. Но АДР? Что это? Новая классификация или новая серия сортов? Если мы обратимся к интернету, то первое, что увидим, что розы АДР самые-самые-самые. Самые лучшие, самые здоровые и самые зимостойкие. К сожалению, после таких слов большинство садоводов решат, что за такими розами не нужно ухаживать, не надо кормить, укрывать, а об обработках можно вообще забыть. Так что же такое розы АДР? Не секрет, что розами увлекаются во всем мире. Сложно найти уголок на карте мира, где бы розы не сводили с ума садоводов. Еще сложнее сказать, сколько на сегодняшний день существует сортов, и очень легко запутаться и выбрать капризную красавицу для своего розария. Видимо, именно такое разнообразие сортов и побудило немецких питомниководов и садоводов объединиться и выделить сорта, которые наиболее подходят для Германии. Была создана рабочая группа из представителей Союза немецких питомниководов, производителей роз и независимых садоводов. Возглавил эту группу Вильгельм Кордес. Эти люди занимаются изучением и отбором сортов, наиболее подходящих для условий Германии. Отобранные сорта в течение трех лет выращиваются на 11 участках, расположенных в разных уголках страны. По истечению этого срока отбирается лучшее. Список критериев достаточно велик, но основные это зимостойкость, устойчивость к заболеваниям и декоративность, конечно. Если сорт успешно прошел все испытания, то он признается перспективным для садоводов Германии. И на его этикетку помещается знак АДР, то есть общенемецкая сертификация сортов роз. То есть это своего рода знак качества. Этот знак может служить лишь ориентиром при выборе сортов, но это вовсе не значит, что такие розы не требуют никакого ухода. Уход за такими розами будет зависеть от того, к какой группе относятся. Плетистые, флорибунда или чайно-гибридные. Ежегодно для испытаний выбирается около 50 сортов. На сегодняшний день испытание прошло более 2000 сортов. И меньше 200 получили знак качества АДР. Если позволите, я познакомлю вас с некоторыми розами из этого списка. А прикола. Округлые оранжево-красные бутоны раскрываются в насыщенно абрикосово-желтые цветки в средних размерах, выгорающие до абрикосовых и розовых. Они появляются в кистях и пахнут фруктами. Куст ветвистый, раскидистый, до 80 сантиметров высоты. Сорт очень выносливый и подходит для посадки как для частных садов, так и в городских посадках. Доломить. Нежно-розово-малиновые цветки с волнистым краем и кремовым центром. Из 4-8 лепестков появляется в течение всего сезона из изящных бутончиков. Куст вертикальный, компактный, ветвистый, листва темно-зеленого и глянцевого. Очень устойчив к заболеваниям. Приятный окрас розы космос позволяет выращивать эти цветки и на большой цветочной клумбе, и в массиве. Аккуратный куст хорошо будет смотреться на любом фоне. Розы космос привлекают внимание на всех стадиях распуска. Изящные плотные бутончики манят своей загадочностью. А красота волнистых лепестков, распустившихся цветочков, не может остаться незамеченной. Этот повторно цветущий сорт считается достаточно здоровым, а также малотребовательным в уходе. Цветки не выгорают и не портятся от дождя и солнца. На этом я заканчиваю свой рассказ. А вам предлагаю еще немного насладиться сортами роз, получившим знак АДР. Субтитры создавал DimaTorzok До встречи на просторах интернета и в нашем садовом центре. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok